Хотел бы вас сегодня поздравить. Сегодня Вознесение Господне, это праздник, который празднуется спустя 40 дней после Пасхи христианской. И мне бы хотелось сказать об этом празднике. Это праздник, фактически дающий человеку понимание, что жизнь не очень плотская. Она говорит о том, что наше плотное физическое тело, оно есть точно так же, как и бесплотное физическое тело, Дух Божий, который находится в человеке. И это показал в свое время Иисус Христос, который вознесся перед учениками после того, когда его распяли. Он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался. И на 40-й день, то бишь сегодня, он превратился в облако и исчез, вознесся, объединившись фактически с Богом. При этом после этого вышло два мужчины, я так предполагаю, что это два каких-то ангела. Возможно, я там не присутствовал, возможно, это метафорическая история. И они сказали, один мужчина был светлый, а другой мужчина был темный. Они сказали апостолам Христовым о том, что апостол вознесся, о том, что каждый вознесется и так далее. Именно поэтому, почему я это все говорю, дело в том, что мы недооцениваем свое бестелесное поле. Мы недооцениваем свое сознание, мы недооцениваем свои чувства. Так вот, этим самым нужно понять, что наше бестелесное очень часто имеет больше значения, чем наше телесное. Мы своим бестелесным можем лечиться, мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело. Жизнь так устроена. Физическим телом управляют гормоны, а гормоны заставляют человека совершать ошибки. То есть, желать мужчину, который не хочет женщину, не понимая, что мужчина это не игрушка, это человек со своим характером и так далее. И после этого добиваться, манипулировать, производить жестокие чувства по отношению к этому мужчине или женщине. Забирать, воровать, ругаться, добиваться, орать и так далее. Блудить, обжираться. Это все наши физические проявления, которые есть в нашем физическом теле. Сознание же наше, оно просто управляющее устройство. И сознание, оно просто вот живет, наблюдая над тем, как это тело. Но душа следит бесконечно за тем, чтобы у человека было движение к Богу. Чтобы человек становился более добрым. Чтобы человек становился более милосердным, терпеливым. И эти два элемента, они очень активно работают. Когда человек бесконечно погружается в то, чтобы там, ищет постоянно полового партнера, хочет только жить так, чтобы объедаться и лежать. Не думает о духовности, не думает о милосердии, не думает о Боге, не видит окружающего прекрасного мира, не ощущает радость своей жизни. Его душа начинает угнетать его физическое тело, фактически заставляя сознание прийти к тому, что нужно расти духовно. И в этот момент формируются заболевания. И эти заболевания, они контролируются душой. То есть, человеку помогают быстрее переродиться, заставляя его болеть. Наше физическое тело управляется через живот. Наша душа управляется через грудь и наши чувства. Наше сознание, это то, что мы ощущаем в себе. Наше сознание может общаться с нашей душой. Самый простой метод, это пообещать душе, что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело. Это и называется молитва. К своей душе обращаясь, необходимо говорить, ты моя хорошая, ты моя прекрасная, ты моя возвышенная, любимая душа. Помоги избавиться от моих заболеваний. Я обещаю тебе терпения, я обещаю тебе веры в то, что будет хорошо. Я обещаю тебе духовный рост. Я не буду больше злиться на окружающих людей, я не буду ненавидеть, я буду более божественным человеком, я буду стремиться быть хорошим человеком, я буду выражать и контролировать все проявления добра. Я одену тебе душа и себе орден и напишу надпись на нем, я хороший, добрый человек. И вот с таким намерением, вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу, чтобы она помогла справиться с заболеваниями. И второе, это когда человек, допустим, говорит, я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом. Я проголодаю, тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело это как пьяная наглая женщина, жирная, пьяная, наглая, старая женщина, которая напилась и которой все на всем наплевать, ей нечего терять, она хамит, ругается, плюется, рыгает, падает, непонятно чего хочет, то она ест, то она пьет и управлять ей невозможно. То есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон, но наше сознание за счет нашей души, как один из элементов духовного роста, должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает, ой, почему, что ж такое, что это надо сказать, да стоп, что ж это такое, сколько может это продолжаться, что это за каша-малаша. Или там болит где-то, нужно сказать, стоп, сколько можно болеть, я тебе не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его, понятно? Это очень важно, и это сегодня важно, как раз в день вот такого вознесения. Это великолепно, то, о чем я вам говорю, это некое духовное целительство, которым может заниматься человек сам собой. И это духовное целительство, я прошу на него обратить особенно внимание, потому что оно действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человеку. Допустим, когда мы приходим в церковь, ну не ту церковь, которая называется христианская, православная или даже католическая, ну и возможно и в них, но допустим приходим к пастору, у которого очень большое количество излечений или исцелений. Как работает механизм? Когда мы говорим «Господи», то мы фактически обращаемся к своей душе. То есть мы говорим «Господи, я славлю тебя, Аллилуйя», то есть мы хвалим свою душу, мы обращаемся к ней, она находится у нас в груди. Она постоянно связана с Богом, это наш мост между Богом и нами. И когда мы говорим «Слава тебе, Господи», «Благодарю тебя, Господи», «Спасибо тебе», то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души. Проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение, мы обретаем от нее милость. После этого говорим «Пусть мои заболевания…» К чему мы это говорим? Мы обращаемся к своей душе, потом говорим «Аллилуйя», это то же самое, что «Ура», «Хорошо, это скоро произойдет», включая тем самым веры. То есть фактически, эзотерически, рассматривая духовное исцеление, мы начинаем понимать, к кому происходит обращение. То есть когда они говорят «Аллилуйя, Господь, знайте», они не говорят с Богом, потому что Бог с человеком не общается. Он с ним общается только через его душу. То есть сначала хвали душу, сначала ей радуйся, что она в тебе есть, и после этого проси ее. «Прошу тебя, душа, исцели мое тело, прошу тебя, душа, помоги моим рукам, прошу, дай мне сил». Вот таким образом, обращаясь к своей душе, не забывая ее хвалить, мы фактически работаем с собой. То же самое происходит, когда человек приходит в церковь, ставит ручки и говорит «Господи, помоги», вы не к Богу обращаетесь, вы к душе. А вот когда человек говорит «Бог меня услышит» и так далее, то вы как ясновидящий в дальнейшем можете увидеть. Когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий, то он начинает видеть, что на каждом человеке находятся паранормальные или негативные энергии. Они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают, запеленовывают глаза, запеленовывают, проникают в мозги через нос, через рот, проникает в физическое тело. И вот эти вот элементы, они еще и вокруг человека находятся. Это элементы, которые врываются в его энергетический кокон. Это элементы, которые могут создать у человека агрессию, блуд, которые могут создать… они питаются физической энергией, хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергией. И это все вокруг человека находится. Вот обычный человек, который далек от эзотерики, вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков. Это и мертвые души какие-то, это мертвецы, это могут быть лярвы, это могут быть просто грегоры и так далее. Человек, он в этой массе находится все время. Если человек просто складывает руки и говорит «Господи, помоги мне, Господи, помоги», знайте, в этот момент они для него являются Господом. Таким образом, именно они воспринимают, будто это молитва к ним. Именно поэтому, когда человек не обращается к своей душе, а напрямую, как он думает, обращается к Богу, он обращается к лярвам, которые настолько вырастают, что становятся фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником, бесконечным элементом влияния и человек фактически разрешает им воздействовать. Именно поэтому, когда человек имеет неприятности и молится Богу, говорит «Господи, помоги, Господи, спаси меня», то у него не улучшается состояние, а тысячекратно ухудшается. У него появляются по-настоящему неприятности, по-настоящему проблемы, по-настоящему зло. Именно поэтому прямое обращение нехорошо. Но мы можем обращаться, как эзотерики, к своей душе. Это единственный элемент, который является огненным элементом, который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха, проникая через проекцию астральных существ. И это то, что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной.